Друзья мои, скоро Новый год. Ласты, маски, ну вы понимаете. Наш скромный канал в канун столь замечательного праздника решил выпустить довольно необычный и совсем уже оригинальный ролик, так или иначе связанный и с Новым годом, и с железной дорогой, и с моделизмом, иначе говоря, новогодний ролик. Встречайте, абсолютно самобытный и уникальный макет от Павла Саичева и его друзей. Тарам! Этот макет располагаемый в музее, еще в стадии строительства, где главным инженером, если хотите, является знаменитый Павел Саичев, бывший машинист, а ныне моделист. Давным-давно мы уже рассказывали о Павле Анатольевиче и его моделях. Сам макет состоит из двух разделов – железнодорожный транспорт и архитектура. Как видите, он просто глобальный, около 20 метров длиной и шириной, наверное, метра четыре. Его начали строить больше года назад, и хотим сразу обратить внимание зрителя на следующее. Этот макет единственный в мире раз, строится полностью своими руками дваз, и, наконец, над ним работают люди, понимающие, как все это должно выглядеть в натуре, иначе говоря, степень реализма тут весьма высока. Конечно, мы остановимся на каждом из разделов поподробнее, возможно, сподвигнем и вас построить себе какой-нибудь макетик. На любом подобном макете главным героем являются, конечно же, поезда. Здесь это ЧМА-2 с плоткой из 432 и 371 машин, работавших когда-то на ГЖД. Выполнены эти локомотивы полностью руками Маэстро, Павла Саичева, из металла и всяких штучек. Есть и вагоны грузового парка, два хоппера и полувагон, открывающиеся дверцы, работающие автосцепки, ходовая часть, ну и так далее. Издалека тепловозы смотрятся совсем как настоящие. Чтобы джентльмен понимал, они действующие, и сейчас вы увидите эксклюзивные кадры пробного запуска этих локов. В настоящее время в работе находится тепловоз 2Т-10Л. Думаем, это будет пушка. А кстати, вот телеги от будущей легенды. Как видите, они уже обматорены. Светофоры. Тоже самодельные. Мачтовые и карликовые. Как видите, литера светофоров соответствует номеру пути. Разумеется, светофоры тоже будут действующими. СЦБ понимаешь. Рассмотрим путевое развитие. Вот идет тепловозный ход. Однопутка. А после входного, снятого сейчас, фигак, стрелка вправо. Второй путь. Маршрутный ЧН-2А. И стрелка на третий путь. Он, конечно, покороче, но так же годный, чуть менее, чем полностью. Обратите внимание, что и рельсы, шпальная решетка, и рельсовые крепления, и балласт. Все полностью самодельные. Стрелочные переводы, конечно, с электроприводом. Немного по Гауза, который будет стоять в другом месте. И... Телеграфные столбы. Маленькие шедевры от дедушки Павла. По его рассказам, сложно было сделать столько изоляторов. Потом на них смонтируют провода, возможно, даже настоящие. Представляете, насколько это кропотливая работа. И вот, смотрите, телеграфный пост. От другого моделиста, Александра Никитина. Выполнен по мотивам изделий от умной бумаги, но уже из ПВХ. Кстати, тут есть и ночные текстуры. Сейчас загрузим. Главное здание станции. Вокзал. Кстати, напишите, если не трудно, как бы вы хотели назвать ее. Например, старый клуб психиатров. А может, именно ваше предложение будет реализовано на этом макете. Вот, имеются даже часыки. А это ночные текстуры вокзала. Давайте-ка все подивимся на поселок хороцкого типа. С рабочим названием Болдер-Сити. Здесь живут простые фермеры, у которых жизнь вполне удалась. Каждое здание выполнено на колени из ПВХ и картона. Оклеены какими-то пленками, кусочками обоев, тряпками и всякой дичью. Вместе с тем, Болдер-Сити располагает школой, водокачкой, полустанком, котельной, магазином, собственно, домиками для кукол и даже еще одной водонапоркой. Дивитесь, какая красота. Кусок пенопропиленовой трубы, огрызкий кабель канала, трубочка для коктейля, смешать, но не взбалтывать. Водонапоркой готово. Типичный домик фермера. ПВХ, картон и гуашь. Возможно, в будущем перед ним будут установлены заборы. Ну, там ребят разобьют огороды и будут выращивать культуры. Музыкальный магазинчик у Нюри. Здесь торгуют флейтами, перкуссиями, китайскими колокольцами, глакеншпилями, альпенштоками и прочими неотъемлемыми атрибутами психоделического рока. Ну, чтобы жителям было чем заняться долгими зимними вечерами. Владеет этим шопом несравненное Аня Ди Франко. Что там дальше? Вон, начальник Камчатки. Помните, как сказал тот дедушка? Вон уголь, лопата. Кинул, сгорело тепло. Не кинул холодно. Вот то-то и оно. А труба-то какая. Пустить бы из нее дым. Сюда надо насыпать немного угля. Это пассажирское здание с ящиком. Тот самый полустанок и тоже по мотивам умной бумаги. Основание фонарока сделано из ручки от безопасной бритвы. Имеются часики и скамейка для бабушек. Водна порка уже из старых запасов музея. Выглядит убедительно. А здесь живут люди в белых халатах. И среди них доктор Роберт. Видите, фермеры могут купить порошки и даже есть стоматологи. Давайте ночные текстуры включим. Почта. Туда привозят журнал Мурзилка. До сих пор там по ночам жители видят призрак почтальона Печкина. И вот Дортехшкола. О двух этажах с большими буквами и даже воротами от клетки для хомячков. Заборы, конечно, антуражные. Сзади имеется спортивный зал. Хотя окна, ну, очень высокие. Занятия идут даже вечерами. Потому что программа крайне сложная. А после учебы фермеры культурно отдыхают. Музицируют и ходят в вагон-бар. Расположенный прямо в домике. Ну вот, друзья, как-то так. Как видите, мы не забыли про Новый год. И этим роликом сердечно поздравляем всех-всех наших уважаемых подписчиков. И не только на самом канале, но и в группе в ВК и в Инстаграме. Спасибо, что вы с нами. Желаем вам здоровья, такого же крепкого, как автосцепка СА-3. Радости, такой же большой, как при виде рабочего тепловоза серии Т-3 и креатива. Такого же, каким располагались создатели электровозов ЧАЭС-4Т. А паровоз КП-4 это наша модель, которую мы также делаем своими руками и из подручных материалов. Оценивайте ролик, подписывайтесь на наш канал, если еще не сделали это. И до встречи в новом году. С Новым годом, дорогие друзья!